Здравствуйте! Сегодня я хочу рассказать об удивительном реликтовом растении, предки которого видели динозавр. Это тис. В нашей стране произрастает два вида. Это тис ягодный и остроконечный или дальневосточный. В садовых центрах вы можете встретить третий вид гибрид остроконечного и ягодного – тис средний, таксус медиа. Из трех видов самый зимостойкий – это дальневосточный. Затем идет средний и замыкает тройку самый красивый, но немного менее зимостойкий – тис ягод. Чем больше я работаю с растениями, тем больше меня привлекает тис. Подумать только, когда-то тисы занимали огромные территории в северном полушарии, но из-за похолодания ледниковых эпох ареал тиса резко сократился. Плюс человек сыграл в этом немаленькую роль, беспорядочно вырубая эту породу. На сегодняшний день кисовые рощи можно пересчитать по пальцам. Одна из самых красивых находится на острове Петрово. Итак, с чего начать? Начну с описания и агротехники растения. Тис не листопадный, он остается зеленым в течение всего года. Осенью его украшают семена с яркими, сочными красными присемянниками, похожими на ягоды. Только не надо их пробовать, сами присемянники не ядовиты, а вот семена содержат яд смертельный для человека и домашнего скота. Но об этом отдельно. Однако, чтобы получить ягоды, нужно несколько экземпляров, так как это двухдомное растение. То есть нужны мужские и женские экземпляры. Тис – одно из самых теневыносливых растений. Самые темные леса – это самшитовые, пихтовые и тисовые. Многие считают, что тис нужно сажать исключительно в тень. Это не совсем так. Но он выдерживает тень, а в полутени будет чувствовать себя намного комфортнее. Также можно посадить его на солнце, но тогда необходимо дополнительно делать душевание кроны и следить, чтобы почва все время была влажной. Вообще, растений для тени, где солнца не такой уж частый гость, не так много. Вернее, не так. Растений, не теряющих свою декоративность и не страдающих от отсутствия солнца. Очень мало. И тис – одно из таких растений. Даже пихта, считающаяся теневыносливой, в тени выглядит не очень декоративно. А вот тису все ни почем. Что касается зимостойки. Как я уже говорила, тис ягодный не очень зимостойкий. Тис средний – более зимостойкий, но для него считается критичная температура ниже минус 29 градусов при отсутствии снежного покрова. Очень часто можно встретить посадки на ветреных местах, где все, что выше снега, подмерзло. Наиболее зимостойки все-таки дальневосточные или остроконечные, но в продаже он встречается крайне редко. Все вышесказанное больше касается вертикальных высокорослых сортов. Раскиздистых сортов это фактически не касается. Они прекрасно зимуют под снегом. Обычно тис мы не утепляем, а все-таки защищаем его от солнечных ожогов сеткой или мешковиной, так как он не сбрасывает свою хвою на зиму. Что касается почвы. В отличие от сосен и можжевельников тис гораздо более требователен к плодородию почвы. Легкий суглинок с почти нейтральным PH. То, что нужно. Такой грунт вполне влагоемкий и воздухопроницаемый. Он очень понравится вашему тису. Теперь немного о стрижке. Тис очень хорошо реагирует на любую стрижку. У него очень много спящих почек и хорошая побегообразующая способность. Поэтому дерзайте. Уверяю, вы останетесь довольны результатом. Однако, если вы будете прищипывать тис, делайте это инструментом и по возможности в период покоя. Почему? Дело в том, что тис может вызвать аллергическую реакцию или головную боль. Говорят, что садовники, занимающиеся тисами, в том числе стрижкой, получают двойную ставку за вредность. Понятно, что это касается больших посадок. Один-два кустика вряд ли вызовут головную боль. Хотя, предупредить мы вас все-таки должны. Вообще, тис – это достаточно ядовитое растение. Его латинское название «таксус» произошло от греческого слова «таксикон», что переводится как «яд». Все его части – хвоя, кора, корни и семена – ядовиты. Не содержит яд только присемянник. Наши предки частенько пользовались этим, чтобы избавиться от соперников или победить врагов на поле брани. На перу подавали вино в тисовых кубках или соком тиса отравляли наконечники стрелок. Однако у тиса есть и обратная сторона медали. Из него делают препарат, используемый в борьбе с раковыми заболеваниями. Также считается, что в средние века во время эпидемии чума и холера стороной обходили те семьи, у которых дома были построены из тиса. В наше время знаю семью, которая любит и увлекается тисом. Так вот, они каждый раз при первых признаках простуды дышат воздухом около тиса. И говорят – простуда уходит. Не знаю, насколько это действительно так, но знают точно, что из-за своих особенностей тис на протяжении веков истреблялся человеком. На сегодняшний день он занесен во все красные книги всех стран, где произрастает. Его включили в список четырех ценнейших лекарственных растений, находящихся на грани исчезновения. И с его исчезновением человечество очень много потеряет. И пусть диких тисов все меньше и меньше, но пока мы с вами еще можем посадить эти удивительные растения у себя на участке. Обратите на них внимание. Посмотрите на них моими глазами. Тисы удивительны и прекрасны. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментарии, оставляйте комментарии. До скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!